Уважаемые любители моих роликов, сегодня речь опять пойдет о проклятом искусственном интеллекте. Дело в том, что многие у меня спрашивают, ну хорошо, искусственность, что плохого? Вот он пишет с помощью GPT-чата какие-то тексты. Вот он распознает по лицам преступников. Сразу, когда запустили у нас, в Москве, в городе Пятиморей, поймали аж 700 разбойников, которые раньше скрывались. Хорошо это, конечно. Никто не спорит. Это все прекрасные достижения так называемого искусственного интеллекта. Правда, к интеллекту это не имеет никакого отношения. Это просто большие базы данных с огромным количеством признаков, по которым классифицируют морды, отпечатки пальцев и прочее, прочее. Иначе говоря, о интеллекте, конечно, здесь ничего сказать нельзя. Однако вот в области писанины, то есть в области письменной речи, действительно пытаются сделать какие-то успехи. Как в области музыки, правда, которую никто не хочет слушать. А тем не менее, это есть. Ну, какие-то жалкие, ничтожные компьютерные блоги. Ее можно вставлять иногда даже для эксперимента, для чертовщинки. Фильмы какие-то. Но степень ее интеллектуальности и духовности, она полностью соответствует тем программистам, которые ее придумывают. И здесь возникает вопрос. А в чем, собственно говоря, биологический смысл-то и искусственного интеллекта? Зачем он нужен? Облегчать нам жизнь? Да. Но а перспективы? А вот перспективы очень интересные. И именно как раз в рамках искусственного отбора среди наивных гоминид. Здесь как раз дело идет к очень печальным последствиям. Ну, сначала давайте посмотрим на передовую страну в области искусственного интеллекта. Ну, имеется в виду Соединенные Штаты Америки. Что бы там ни говорили, но у них, да, по сути дела, государственный проект, компания вся, направлен на искусственный интеллект. На то, чтобы его, так сказать, создать. Конечно, у американцев есть корыстные планы, связанные с тем, что им так понравился вот этот бум нематериальных программ после создания персональных компьютеров, что это позволило Америке на самом деле вылезти из того кризиса, скажем так, а не то, что я хотел сказать, но вот из того кризиса, в котором он оказался в 80-е годы. И вот этот бум всяких странных компаний типа Microsoft, Apple, Macintosh, там, ну и много-много других было попыток. А потом и реинкарнация компактных компьютеров в виде наладонников, она, в общем-то, в известной степени очень сильно поддержала, если не спасла американскую экономику. Вот примерно такие же мысли у них возникают и сейчас по поводу искусственного интеллекта. Но здесь всё по-другому. На самом деле любители искусственного интеллекта пытаются устроить глобальный церебральный сортинг. При этом сами того и не понимая. У нас тоже таких пухлячков много выступает на всяких конференциях, которые говорят, о-о-о, не сегодня-завтра искусственный интеллект будет снабжён дополнительными словарными базами, алгоритмами составления предложений. И тут, как Лермонтовы и Пушкины, как Попрут изо всех персоналок, спасу не будет. Значит, могу успокоить. И в Америке у нас эти люди, которые говорят очень правильные, политически выдержанные слова, на самом деле просто зарабатывают деньги. В чём дело? Есть очень серьёзная проблема. Это квалифицированные кадры, и в Америке это давно поняли, а у нас пока нет, которых хронически не хватает. Почему Трамп говорит, сделаем Америку новой и великой, с новой и великой возвратим, так сказать, её авторитет? А при этом мексиканцев пускать не будем. Как новая и великая? А кто же будет Арбайтен? Непонятно. А логика-то здесь как раз в этом вся и кроется. Дело в том, что развивая искусственный интеллект, если говорить серьёзно, к чему стремятся-то? Стремятся сделать очень простую вещь. Хотят сделать работу среднего звена. То есть кто в Америке главный? Юристы. Кто в Америке главный? Экономисты. Кто в Америке главный? Психоаналитики. И прочая всякая бумажная шушера, включая программистов, которых развелось бог знает сколько, и которые в таком количестве не нужны. И передать эти функции чему? Искусственному интеллекту. Там не надо добывать звёзд с неба. Какие звёзды? Надо кодить. Надо разыскивать в законах заковыки, которые позволили бы отмазать очередного уголовника или трансвестита, который совершил массовое душегубство. Вот с этим, кстати говоря, искусственный интеллект, то есть большой калькулятор с базой данных, справняется вполне. И под эгидой, то есть здесь замаскированная система в Америке, искусственного интеллекта, на самом деле, пытаются что? Заменить вот этих вот оболтцев и бездельников, которые называются юристами, экономистами и стряпчими, просто-напросто, и программистами на искусственный интеллект, чтобы с его помощью освободить множество людей со здравыми мозгами, не те, которые лопатой будут копать, а те, которые будут заниматься более-менее интеллектуальным трудом, который машина как раз выполнить не может. То есть искусственный интеллект в потенциале – это гигантский церебральный сортинг. Там, как вы понимаете, без потерь не обойдётся. Многие программисты, которые сейчас получают огромные деньги, когда они будут заменены искусственным интеллектом, ничего не останется. Как застрелиться в своей собственной шутерской игре. То есть, иначе говоря, задача развития искусственного интеллекта – это не создание шедевров. Это освобождение. Интеллектуально способный – ещё раз объясняю. Интеллектуально способный. Дураки не нужны. Дураков надо учить многие десятки лет, а то и несколько поколений. Которые ничего, кроме как собирать бананы или копать ямку с помощью лопаты, не могут. Вы из них не сделаете интеллектуальный цвет нации. Даже за одно поколение. А вот тех, кто уже вполне готов к этому, но пристроился, чтобы ничего не делать, как настоящая обезьяна, и, так сказать, зарабатывать хорошие деньги, вот этих надо из среднего звена выгнать и заставить думать головой. И вот такая обалденная в Америке задача. Ребята, это очень серьёзно. Если они сделают этот псевдоискусственный интеллект, то они выгонят из этих вот хлебных и праздных занятий огромное количество интеллектуального потенциала. Если они будут голодать, они начнут думать. И вот тут нам не поздоровится. Поэтому искусственный интеллект не должен заменять человека ни в коем случае. Он должен освободить те ресурсы, в которых так мы остро нуждаемся. Да, конечно, чиновники пострадают. Ну, эти, которые говорят так, как будто бы они не проживали гречневую кашу два месяца назад. И до сих пор так её задумчиво гоняют. Но их секретарша, естественно, поскольку эти вообще ничего не могут, кроме как говорить «да уж». Их используют GPT-чаты. Кстати говоря, именно поэтому разработки, в том числе и наши, по выявлению отличия GPT-чата, работы GPT-чата от нормального интеллектуального сочинения не идут. Если начать это делать, у нас там, по моим оценкам, до 40% отчётов чиновников составляется GPT-чатами. То есть от липа. Там с ключевыми словами. Поэтому это большая проблема. Поэтому, конечно, такая распознавалка работать не будет, никому не нужно. А как деньги-то воровать? Никак невозможно. То же самое с программированием. Конечно, как только начнутся серьёзные программы, которые будут сочинять, то есть будут кодить, освободится огромное количество людей. Многим, особенно начальникам от компьютерных направлений, это очень не нравится. Это тот самый искусственный те, который сожрёт своих создателей. Но он сожрёт нижнее звено, в котором, в общем, можно и пожертвовать. Но из них можно надёргать достаточно большое количество талантливых, но весьма праздных людей. Поэтому значение искусственного интеллекта, оно совсем не то. Оно будет освобождать, как я уже неоднократно говорил, водителей грузовиков. Поначалу такси и троллейбусов, а потом и какое-кого поинтеллектуальнее. Ну, которые из-за лени, праздности и обезьяньях традиции экономить на собственном мозге, этого делать не хотят. Поэтому, уважаемые слушатели, не надо обижаться на пропагандистов искусственного интеллекта. Они всё делают хорошо. Но только тем, кто сегодня паразитирует на нём или имитирует с его помощью свой интеллект, придётся очень туго. А некоторым совсем плохо. Проблема ненужных людей возникнет во всей своей остроте ещё XIX века. Поэтому, что я вам могу посоветовать? Тренируйте свой мозг. Это вам скоро очень пригодится. Потому что под ковром искусственного интеллекта скрывается очередной серьёзный церебральный сортинг. На этом до свидания, уважаемые слушатели. Желаю вам неунывать. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова